Свободы, сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды. В порабощенные бразды Бросал живительные семя, Но потерял я только время, Благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы, Вас не разбудит честь и клич, К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь, Наследство их из рода в роды Ермо с гремушками да бич. Все современники Пушкина, свидетели его смерти, Отмечали особую одохотворенность его лица на смертном одре. Так мог умереть лишь тот, чьи помыслы устремлены в будущее, Что и запечатлели все 15 посмертных масок первого отлива, Сделанных с лица Александра Сергеевича. Обращая внимание на значимость посмертных масок, Исследовательница Л.П. Федорчук заявила в своей статье Под названием «Первые скульптурные изображения Александра Сергеевича Пушкина», Что посмертная гипсовая маска, снятая с него в день смерти, Дает представление об облике поэта в последние годы его жизни, И сохраняет неприходящее значение первоисточника для последующей иконографии. Ну а сам Жуковский, по распоряжению которого и были сделаны посмертные маски, писал «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда в этом лице я не видел ничего подобного тому, Что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, Руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, Были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново, и в то же время так знакомо. Оно было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственно этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Нет, какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась. Что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Сматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить, Что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минутку воскреснуть? Иван Макарович Рыбкин рассказывал Елене Мерзоян, Что Совет Хранителей имел отношение к выставке о Пушкине, Которая когда-то проходила в Таганроге. Эта выставка была знаменита тем, Что на ней экспонировалась подлинная посмертная гипсовая маска Александра Сергеевича Пушкина. Маска была специально привезена из Ленинграда, А затем осталась в Таганроге вместе со всеми экспонатами. Это заинтересовало и я, от лица Елены Мерзоян, Отправилась в музей-заповедник. На вопрос, что здесь известно о посмертной маске Пушкина, Получил ответ, что в Таганроге никакой выставки о Пушкине не было. И потому здесь нет никакой гипсовой маски. Речь всегда шла только о музее Чехова, И потому все это очередная шутка Ивана Макаровича Рыбкина. Я попросил о амбарной книге, И вдруг в одной из них, В книге-описи за 1898-1941 годы, Дело номер 3, Нахожу, что искала. В 1937 году, К столетию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, Вышло постановление в ЦИК, Согласно которому, во всех городах страны Должны были быть открыты выставки, Посвященные жизни и деятельности Пушкина. И что к созданию такой выставки в Таганроге Привлекался ленинградский профессор Балухатый, Таганрожец по рождению. С ним и шла вся переписка по созданию выставки. В результате город получил маску уникальных экспонатов. В том числе и ту самую посмертную гипсовую маску Пушкина размером 13 сантиметров на 18 сантиметров. Но где она сейчас? Никакой маски нет, Ответила одна сотрудница. Еще лет пять назад я сама держала в руках, Воскликнула другая. У нее еще кусочек был отбит. Но я никогда не видела такой маски, Хотя сама принимала материалы фонда И каждую вещь держала в своих руках, Сказала первая. С тем я и ушла. Директор музея Коноплевой в тот день не было. И разъяснить ситуацию я попросил ее несколько позже. Мне досталось за то, что я беседую с рядовыми сотрудниками, Которые ничего не знают. Маска в музее есть. И я пришла снова. На этот раз удалось даже ее заснять. Но ее параметры, история, время поступления, Все это ничего общего не имело с маской 1937 года. По рассказу МП Тартановой, Главного хранителя фонда музея, Эта маска размером 23,5 на 15 сантиметров Досталась Таганрогу вместе с вещами Фаины Георгиевны Раневской. Где-то в 1984 году. Больше масок в музее не было. Запись же о маске 1937 года свидетельствовала, Их должно быть две. Вот такая вот шутка Ивана Макаровича Рыбкина. Или шутка работников музея. Удивительный факт не давал покоя. Я обратилась за помощью к литературе. В одной из книг обнаружил рассказ о судьбе Посмертных масок Пушкина. Оказывается, было их не более 15. Сделаны они были по заказу Василия Андреевича Жуковского. Своя биография сложилась у каждой маски. Сейчас их масса первого отлива, Сделанных на основе негативной формы, Всего несколько. А вдруг одна из таганрогских Действительно подлинная маска первого отлива? Мне не дает покоя такая мысль. Если, как говорит Рыбкин, Пушкин продублировал таганрогский архив, И где-то в Сибири существует подобное нашему хранение, То интересными могут показаться и другие совпадения. В Оренбурге, где Пушкин работал над материалами для истории Пугачева и Капитанской дочки, В Краеведческом музее хранится подлинная посмертная маска Пушкина. Другая посмертная маска Пушкина была привезена в таганрог в 1937 году для выставки гню памяти Пушкина. Не есть ли это подтверждение слов Рыбкина? Во всяком случае, появление масок там, куда Пушкин привозил хранить свои документы, Можно расценивать как своеобразный знак метку хранителей.